Добрый вечер. Добрый вечер. Когда тебе говорят, что можно всё, ты немедленно оказываешься в тупике. Чё, правда всё? Ну, то есть вообще всё, что хочешь, можно говорить? Всё, тупик. Потому что свобода — это ещё хуже, чем выбор. Немножко продышавшись, успокоившись, я решила, что говорить я буду на тему, которую люблю, которую понимаю, которой занимаюсь. Я буду говорить про такое что-то, которое очень сложно поймать. Такое что-то, которое заставляет тебя жить на цыпочках, догонять себя, постоянно ускользает. Это что-то, которое постигнуто великими и так и не сделало их счастливыми. Это профессия актёра, дамы и господа. Свободная тема предполагает и свободное содержание, подумала я жадно. А раз свободное содержание, хватаюсь за этот редкий шанс и высказываюсь по вопросу в прозе. Долой четырёхстишье без рифмы, да здравствуют сложно сочинённые и сложно подчинённые предложения. Я ведь журфак закончила. Ну, пожалуйста, ну разочек. Русский пионер, спасибо. Сначала ты задыхаешься от восторга. Ты мечтаешь о том, как станешь актёром. Ты ещё не очень знаешь, что это значит, но уже видел во сне полосатые киношные хлопушки, без тебя не обходится ни один школьный концерт. И вот однажды вас всем классом ведут, организованно в какой-нибудь театр. Почему-то обязательно на Островского. И твои нормальные одноклассники ржут, когда целуются главные герои, комментируют всё происходящее с максимальным юмором, доступным человеку с пубертатными прыщами. И в самый драматичный момент у кого-то из них обязательно звонит телефон. И вот в этот момент ты понимаешь, что ты попался. Ты уже не с ними. Ты вместе с теми другими, которые на сцене. В твоём носу запах пыльных кулис, от которого слегка кружится голова. В твоей голове отдаётся каждое слово, которое говорят со сцены полубоги в пыльных костюмах. В твоём животе щекотно в глазах щиплет, во всём тебе целиком прочно поселяется мысль, «Я хочу так же, но хоть когда-нибудь, Господи, пожалуйста». Потом ты задыхаешься от страха. Задыхаешься и стоишь в толпе таких же ненормальных, как ты, сам повторяя, давно уже зазубренные наизусть басню, прозу и стихотворения. Чёрт его возьми, почему-то непременно цветаевой. Крутишь головой направо и налево и уже понимаешь, что все эти восхитительные люди вокруг тебя, которые второй год поступают, слетел с конкурса, они все лучше, талантливее и достойнее тебя. И, конечно, они гораздо больше, чем ты, заслуживают право прочитать свою фамилию в списке прошедших на второй тур. Ты задыхаешься от страха. Следующие четыре года ты не задыхаешься, тебе просто вообще некогда дышать. Показы, этюды, слёзы, пакеты с реквизитом в метро в 8 часов утра, первые межкурсовые любови, непонятные книжки Станиславского, Чехова и Горчакова, которые стыдно не понимать, а ты действительно не понимаешь. Сцена движения, мастерство, вокал, снова слёзы, снова очередная любовь навсегда, победы, поражение, разочарование, упоение, дипломный спектакль, темнота. И вот ты снова начинаешь задыхаться от обиды, от несогласия с новым, страшным, несправедливым и абсолютно очевидным фактом ты никому больше не нужен. У твоих педагогов новые дети, новые глупые дети, заполнившие коридоры твоего института счастливым чириканьем, потому что они ещё не знают главного и дышат, а ты задыхаешься. Ты так и будешь задыхаться всю свою жизнь. Если повезёт от бешеного графика съёмок и спектаклей, нехватки времени на ребёнка и завистливого шёпота менее удачливых коллег. Если не повезёт от невостребованности, алкоголя, нищеты, зависти к более удачливым однокурсникам и мечты сыграть Офелию, которая так никогда и не сбудется. Но если бы тебе дали сертификат «Проживи жизнь заново», ты медленно покрутил бы его в руках, хорошенько бы всё взвесил, рассчитал, посоветовался бы с семьёй, гороскопом своим отражением в зеркале и повторил бы всё сначала. В точности так, ни на секунду не отступая от лоскутного сценария своей актёрской жизни, потому что нет ничего лучше, потому что только тот, кто задыхался, умеет дышать. Ты умеешь. Может быть, для этого ты и нужен. Спасибо. Ну и жадно вдыхая пьяный воздух свободы, понимаете, да? Я ещё быстренько в стихах, они короткие. Малоизвестную актрису, давай, не согласована с начальством. Согласована? Согласована, согласована, конечно. Малоизвестную актрису, наверное, утвердят на роль. Наверное, когда Ленин встанет, наверное, он и утвердит. Малоизвестная актриса всё время борется с собой. Еда, работа, лень, мужчины, пока что счёт 4-0. Всё? Так, навскидку. Ещё? Ещё? Без бумажки? Я не готовилась. Подсказывающий. Можно я встану? А? Свеженькая. Не, правда, мне нужен гаджет. Я так, знаете. Про любовь. Малоизвестная актриса Малоизвестная актриса мужчину бросила, узнав, что он патологоанатом. Хоть это лучше, чем актёр. Малоизвестная актриса бинтом заматывает грудь. Шестой сезон она задорный и расторопный морячок. Малоизвестная актриса заколебалась в нищете. В алкоголизм, пожалуй, сходит, проверить, вдруг там веселей. Малоизвестная актриса на сцене голая лежит. А что спектакль без оплат... Малоизвестная актриса на сцене голая лежит. А что спектакль Белоснежка, так где зарплата за январь? Малоизвестная актриса цензуры не боится, нет. Да это ж крашеный автобус 17 кошек знает что. Спасибо. Неожиданно. Болит спина, скрипят колени. Зарплата ниже, чем ковёр. Играю зайцев и оленей. Моя профессия актёр. Хотел я стать ветеринаром, сказали, не губи зверей. Судьёй, банкиром, кулинаром и покорителем морей ну как-то никуда не взяли. Я не пилот и не юрист, а как всегда хотела, мама, держу в руках диплом артист. Я для искусства, не для денег, когда за деньги то не то. Но вот долги и алименты маме надо на пальто. В метро бесплатно не пускают и хлеб бесплатно не дают. Ну и пускай. Зато потомки мои таланты воспоют. Ну а вообще я всем доволен на сердце руку положа. Пойду искать зерно для роли. Сегодня мне играть ежа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ